конечно не очень прикольно при круговом ветре разжигать свечи ну пусть прогорят сколько прогорят потому что это не цели сегодня жить цель запустить энергию вибрации здесь очень мощный аромат айвы и лаврового листа я вначале у воды не могла понять что так по-родному то запахло что происходит откуда этот запах а это лавр горел я только уже когда свечу взяла в руки поняла что происходит откуда этот аромат ну вот сейчас сколько прогорит просто как стихия огня я ее заряжала зеркала раз уж портальный день я решила физическими ножками все сделать физическими ручками обычно не сплетаю сами энергии тополина свеча ветер такой агрессивный немножко но это зарядка энергии ветра поэтому нас все устраивает а бублик куда-то побежал по делам услышал лай знакомых собак и рванул но зато у меня сопровождал пусть даже и не прячась от меня но провел меня по всей степи у воды и сидел со мной покупался бублик засранец сейчас мокрый бегает и не успела даже сказать бублик давай сливаться с энергией воды он в нее плюхнулся в водохранках надо его как-то будет просушивать что он бежал от него пар шел холодно я вон про доник рассказывала неожиданно нашла и чертогон я должна марии собрать чертополох туда в их северные края переслать нашла и чертогон заодно потому что мне все упаковано мне даже за ивой тут ивовая есть свеча мне за ней пришлось плетать ее там уже у ив и потому что все коробки хоть и подписаны и мне сейчас практически невозможно там все найти все упаковано и получается я просто подошла к знакомым кустам снимала другое растение подошла к знакомым кустам там где я желтый доник достаю это мое любимое растение одно из самых таких фаворитов медонос у меня когда его сушила пчелы игрой устроили в комнате прилетали за медом ива и доник тогда сушились и оба медоноса мощные и в общем а кстати это антиприворотное средство точнее оно описано как приворотное но в чистках работает как раз правило гомеопатии теми же средствами вычищают я его программирую на свободу выбора прошу так работать потому что он просто с определенными центрами работает с определенной энергией вот мы с ним сливаемся для других программ потому что так называемый приворот это самая поганая порча которая может быть счастье не приносит никому из участников не тому кто делал никому не тому кто платил не тому кто жертва не тому от кого уводили в общем большое количество несчастных потоков и по ходу если уже общаться с практиками я спрашивала нормальные практики этим не занимаются они сразу предупреждают и за деньги не занимаются на шатка ты сами ловят только дура чего в это лезет либо неофиты либо те кто до конца не понял или первый раз не попался на ответ на ответе вселенная за такое наглое порабощение так как нож спину засуну только медленное умирание в общем и очень много людей с вот такими прям считываются что оракул поет я вначале думала что это я уже повернута на всю голову и во всем вижу одно и то же да нет я прошу коллег посмотреть то же самое видят это бич нашего времени ничего не делать использовать то что есть в интернете как скорая помощь и там конечно же не рассказывают о том что происходит ни жертва не с тем кто сделал что там все жертвы вот и доник это мощное растение помогающие восстановить солнечное сплетение его используют и как для подавления солнечного сплетения но в этих каких-нибудь тех программах я его использую как восстановление радости и солнечного сплетения способности делать выбор стоять отстаивать свои границы быть целостным воспитать в себе свободу выбора и воли потому что эти программы цепляются только на тех у кого это не воспитана не научили выбирать не научили проявлять самостоятельность силу воли уверенность просто возможно сделать выборы перевыборы вот когда кто-то за друг за человека решал и он всегда шел на поводу такой человек часто со всеми советуются не пересоветуются со всеми женщинами не успокоиться если отец управлял не пересоветуются со всеми мужчинами не успокоиться то есть боязнь принять выборы что еще будет вы смен или будут какие-то последствия вот это все подавленная сила воли вот это умение самому собрать все факты осознать сделать выводы или просто сделать пусть даже тупо ошибку но сделать а не сидеть вот так вот на привязи у кого-то кто весело и бездумно принимает решение подавить твою свободу выбор или твою волю или перекрыть тебе все пути почему-то при этой свече в 11 11 а потому что я уже наверное в этот плейлист все и соберу там и программы такие же таро показывала выход из таких программ все в одно дугу идет ну вот тело ум и эмоции все вычищается набираются новых настроек здесь еще энергии инская и янская чистоты и наполнения не думала что все будет выгорать но может и сгореть я основную программу сделала я сбегала все с растениями растения сняла загрузки сняла все это сняла свечи решила жечь до затухания когда их ветер затушит тогда на сегодня и достаточно пока горим еще одна работа сняла и еще одна работа сняла проработанная еще одна работа сняла на traction как вот Да, одной рукой это все неудобно делать, у нас тут мох на зиме будет расти, влажный он будет расти, а вот дальше мы посмотрим. Все так мотали, как я. Мы. Я постаралась замотать. Ух, какие там натюки. Не пугайтесь, сжигается работа, отработанная веретеном просто. Громические формулы и проработанные веретеном. Знатные тут натюки. Я у Ирины Табатадзе недавно видела помощь другу, она тоже жгла. При отсутствии сквозняка и всего такого, там, мама дорогая, давно я не видела таких натеков. Кому-то там нужна была очень сильная помощь. Она захотела только любым имеломолом, поэтому я привился с вашими Holiday Inn столбой Немлемом. я не вижу что он снимается или нет я тут увлеклась розжигом который не получается веретено не хотела но это аналог веретено такой одноразовый просто важно кручение не хотела разжигаться это бамбук я конечно же не зверь сжечь веретено своей я для работы и для курса по работе с веретеном спряхи судьбой и для очищения и для наполнения использую вот эти палочки они хотели разгорают все они падают при том что они должны было бы вспыхивать есть если кому-то важно горят родовые программы когда в роду были воздействия родовые программы потомки несут как бы проживают последствия пока они проработают не осознают карму здесь было вот это зачищение просто все отработано ироническими формулами вычищен просто хотелось утилизировать и саму почему-то хотелось его именно сжечь хватит оставить с собой родовое и постоянно сидит в лузерах пора строить самому слышу вот и у ну у у у у у здесь ароматы сейчас такие там арома масла есть и лавр перец лавр и кориандр сейчас пахнет и полынь средний в этой скруточке и 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 Продолжение следует... А эта штука не отскакивает, вот она прицепилась пока и держится. Ух ты, как ельтенос плелось в спирали. Интересная фигура, я его обычно руно-эконом делаю, чтобы сжигать. А вот это мне выдают какие-то коленцы прям. Определенная программа. Я когда буду рассылать это видео нескольким клиентам, объясню, что за программа здесь была выкручена дополнительным веретином. Одно я убрала отработанное, а второе в потоке пошла, что сделать для смотрящих. И я или в описании дам. Тема щепетильная и интимная, поэтому не знаю. Ну вот оно сгорело. Значит, если будут вопросы, можно смотреть и мальчикам и девочкам. В роду у каждых это было в большом количестве. И из того, что я наблюдаю, очень часто это как прерывает рот. Закрывается огромный рот. Такое было и в моем роде, поэтому я решила. В квартальный день, а почему бы нет, раз в потоке пришла, мышки нет места быть. Сейчас я еще пару минут посиди у дуба. И программа минимум на сегодня уже будет готова. Я не успела записать медитацию, потому что я впервые этот день посвятила себе. Я проснулась рано утром, села это все делать. И вдруг увидела это решение, что именно канада, на который у меня подписано, и мне нравится работа этой женщины. Трансовый эрекционовский гипноз, погружение в транс. Психическая зрелость и внутренние ресурсы, наполнение ресурсами себе. И я подумала, все 45 лет я в эти портальные дни работала. Вот сколько я помню, я потом возвращалась в себя. Я активная в этот день, я дающая. Никогда не была друщей. Ну, как бы я наполнялась и через себя транслировала. Но так, чтобы закрыться в этот день и посвятить его себе. Да вообще любой день, просто закрыться и посвятить себе, любимой. Своим мечтам, желаниям, понежиться и еще сколько-то такого не было. Я решила, чего и да. И просто ровно в 11 часов я залегла на полчаса гипноза или 40 минут с трансом. С обалденным расслаблением тела. У меня такого гостя не было. Я уже не помню когда-то в последний раз. У меня расслаблась каждая атлетка. Ну, классно. Это было действительно наполнение ресурсами. И, в общем, то время, которое я собиралась потратить на запись медитаций, которые можно записать и в другое. Ну, это красиво. Была довольная, как сон. А еще мне в догонку прилетело сообщение, что мне в подарок еще один конок сделать. Ну, то есть, я себе сделала подарок. И мне тут же вселенная зеркалила тоже подарком, притом с классной древесиной, которую я действительно хотела тоже иметь. И так как делает ведущий мастер, он даже четко считал, как оно со мной будет работать. И поток растений тоже классно описал, точно так же, как я. Так что делаешь себе подарки, и мир тебе тоже делает подарки. Вот мне краску любимую подарили, когда я не ожидала. Кстати, дожигать свечи я тоже не ожидала. Я думала быстренько, мне еще надо зеркалами поработать. 〜 treat самол sentences. Мне всегда нужно заметить себя, как чёрная, салмируйте слегка. Нudi в моейatyкости слегка и желте из-за чего? Motorги посмотрели на себя Cheats и я не испizes'р. КAU Oh, которую я сказал. Без richtig классно! Без-за会 개인 вымен Mickey Проsl省 в том miejsce. И я всегда всегдаić беле. И я хочу рисовать дробности для тебя. Как Casper я сильный кириновый glands. Вот отсюда бублик классический слинял, провел меня по всей степи, услышал голоса друзей и просто слинял. Кто получал практику закрытую со свечами и куполом, можете сейчас ее повторить, я ее начала проделывать, уже все поднялась здесь и сияет, и можно в это окунуться и набраться этих вибраций и в портале 1111. Они получают тоже новые загрузки, даже меня мурашивает, а я привыкла к этим энергиям. Что вы делаете? Что это у меня? Не да, безумия меня! Не да, безумия! Продолжение следует... 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 от этого все вот и а там было объяснение четкое какое присутствие здесь чувствую потому что геката это хорошо но я ее через свой фильтр и воспринимаю как аналог других имен потому что просто как портального мастера как воздаяние потому что ну я не с римом и греции не очень а я всегда у огня чувство я гекату больше поняла через то что она покровитель травников и циклов луны то есть с травой да это я понимаю я вот похожую энергию чувствую когда в моих свечах работают потоки столбы света под названием травы ягоды семена все что я туда вкладываю я вплетаю это как потоки как лучи света они как кусочки травы там и листики и цветочки лепесточки цветочки это все красиво это для эстетики это приятно глазу это расслабляет это такое работаю я потоками вплетаю в любой берег вот зеркала я могла не ходить никуда я просто вплетаю это как плиту кружева вот ниточка я так летают потоки энергии растений сливаясь с ними или просто взаимодействуя когда они рядом это все про мою квантовое чтение про вот это все про кружева про целительную одежду это все один и тот же навык просто я плиту из разного из слов из эмоций из анахаты из чакры из растений животных из кристалла у меня материал разные и все это вокруг этого веретена когда создаются потоки ниточки и узоры это все про одно казалось бы это все очень разно моя египетская таро про это же про плетение судеб я однажды купила таро ткача но она мне не пошло потому что она там палевное издание было но тоже меня заворожила сама идея таро ткача таро плетильщика судьбы вот в общем уже холодно и вечер в общем получается что все это об одном и вот с веретенами пришли еще вот эти пазлы как бы на новом уровне на новом витке они открылись потому что я где-то видео снимала про витки про эти циклы 18 половиной лет про новое осознание старых своих наработок знаний впрыгивание с собой новой в новых вибрациях а в эти в эти паттерны в эти потоки энергии и ты по-новому берешь и в новом как руны новые пришли и все снова новое слияние с рунами и вот меня есть подруга она рунами говорит мы с ней не общаемся уже может быть полтора года но какие-то знания я использую которая она передавала она для меня была ярким источником рун и луны но вот мои руны я чувствовала я понимала что она тоже абсолютно искренний поток не не передает чье-то знание свое рунах и она чуть-чуть было близко моему поэтому меня она вдохновляла но вот потому что она была и она была костылем вероятно что можно к ней обратиться я свое знание рунок так и держала там на полочке а вот когда понадобилось и они сами пришли эти руны вы тогда всплыл мой новый уровень знания рунок и сейчас я бы пользовалась больше своим чем чем-то ну то есть я и пользуюсь своим больше чем чем как всегда в принципе у меня же нет авторитетов и я всегда иду своим путем даже если рядом шоссе я все равно протопчу какую-то свою тропу я просто упрямую в общем я о чем о том что этот купол семаргла и это присутствие вот в тот момент во снах она начала проявляться и я все поняла в момент нашего разговора я вдруг поняла чье присутствие я чувствую я его чувствовала и в душе когда-то почему меня считывают огнем и мастером огня потому что семаргл это одно из моих имен в имена слове у славян есть по дате рождения по датам рождения родителей энергии которые ребенок взял я огонь в этом плане и поэтому не часто огненным знаком зодиака хотя я просто огненная в асценденте вот и так земная и получается что я лучше вот я смеялась кому нужно доказательство почему у меня приходят люди которые этот купол видят и прям вслух говорят почему нужно доказательство а потом догадалась что это мне нужно раз я это слышу а вот потом уже увидела почему мне это надо мне не доказательство купола нужно было потому что я их вижу зачем мне доказывать лишь себе не доказывайте что у вас есть руки вы их видите я вижу купола мне не надо доказывать что они есть я вижу пирамиды мне надо было сфокусироваться на них чтобы вот вернуться в ту папку откуда присутствие что за присутствие и как каким образом я работаю с огнем но то есть не не просто спичками его разжигали не просто работаю с воском я не работаю с заговорами со всеми ритуалами не мое это я просто в потоке я черпнула спичкой и я работаю я сливаясь с огнем и продолжаю быть самой собой кристальной и у меня есть намерение тут что-то почистить тут кому-то помочь вот так я работаю то есть и поэтому меня был вопрос что как почему с огнем почему как пока вот про этого симаргла и рарога не заговорили и я поняла откуда что во мне работает какая какая вибрация во мне работает и почему это считывается и почему это действительно рабочий инструмент и я действительно начинаю скучать без огня мне дома в этих моих условиях нельзя зажигать огонь это привилегия других людей можно мне нельзя потому что я магией занимаюсь и поэтому я иногда скучаю за огнем и просто выбегаю во двор пока не нашла свое жилье просто почувствовать поток огня и вот вместе с семарглом я вдруг поняла что и почем почему у меня вот этот вот внутренний огонь семаргл и рарок это еще и космический огонь кристальный огонь 1111 это врата в кристальный огонь это называется космический портал огненных врат и я наверное поэтому об этом сейчас я говорю потому что у меня на руке уже не видно будет начертан знак семаргла и я только что у мастера просила мне это на веретено нанести и вот момент когда почти затухал огонь у меня этот знак встал перед глазами и в куполе стал уже темно я его не покажу на руки потом покажу или приложу и кстати самое смешное что я вдруг вспомнила у меня есть фотографии в душе на холме силы их 2 и я в прошлом году 2 посетила впервые и там мощно очень кольцо силы есть но я на него постоянно смотрела и фотографировала и над ним как раз и нанесла в небе знак симаргла и это у меня в записи в блоге в 2007 году эта фотография где вот этот огненный рарок где небесный огонь и вот когда человек считывал мои круги здесь он тоже считывал бушу он читал эти как я соединяю порталы и круги в бушу мы тоже круг огненный делали год назад и получается что сейчас вообще совместились и символы оттуда здесь стоят просто я на них не обращала внимание была сфокусирована на другом а вчера эту фотографию вспомнила нашла ее в блоге и подумала извиняюсь по-французски твою мать вот все пазлы на на лицо а у меня слепое пятно я этого всего не видела пока вчера меня не осенило а я просто попросила вчера нанести мне этот знак на веретено и тут же вспомнилось ну прикольно же вот так вот пазлы собираются пошла я с дубом поговорю заряжать буду еще зеркала